Ребят, всем привет, с вами как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы вам рассказать про PlayStation 5. Расскажу о консоли в целом, что понравилось, что нет, сразу говорю, что это не обзор, это чисто субъективное мнение о данной консоли. Как всегда, перед началом видеоролика попрошу поставить лайк, подписаться на канал, пишите свое мнение о PlayStation 5, и да, в одном из видео я уже упоминал девушку, которая интересуется играми и всем, что происходит в игровой индустрии. Она не боится и честно говорит свое мнение про игры, в которые играет. Много общается со зрителями, проводит стримы и уже успела распаковать и сделать обзор новой PlayStation 5. Советую зайти и оценить ее канал, так вы сделаете приятно и сможете смотреть больше качественного контента. Кстати, мнение и обсуждение всяких новостей там тоже есть, а это, как вы знаете, всегда интересно. Ссылочку на ее канал оставлю в описании, поэтому поддержите ее лайком и давайте начнем. Начну, пожалуй, с самой консоли, а именно с ее внешнего вида. Признаться, он мне понравился не так сильно. Не кидайтесь камнями, я каждую мысль свою обосную. Первая претензия у меня кроется в подставке, которую нужно откручивать и закручивать, если ты хочешь по-другому поставить консоль. Очень классно, что эта подставка хотя бы идет в комплекте, ее не нужно покупать отдельно, как ту же подставку под Xbox One S. Также очень классно, что эта подставка вмещает в себя вот этот болтик, его можно спрятать и не париться, где он. Но в любом случае подставка мне показалась немножко геморным решением, поскольку я не помню, чтобы в консоли надо было когда-то что-то прикручивать и откручивать. Для меня это лишнее просто телодвижение, с которым я не всегда хочу сталкиваться. Опять же, это не какая-то там глобальная проблема, но как получилось, так получилось. Сама консоль получилась довольно-таки габаритной, особенно если ее ставить горизонтально. Просто посмотрите, какая она широкая. Если бы эта консоль стояла бы в моей комнате, то наверное единственное оптимальное решение я нашел бы за телевизором. Ну потому что ни в одну из моих полок она просто так нормально бы не влезла. Кстати, многие в комментах написали, мол мы купили версию без дисковода, за шквар, да вы там тысячу раз переплатите, у вас минус был рынок. Для многих это может быть и да, но мы не покупаем диски с рук, мы ничего не продаем и тогда у нас возникает вопрос, а зачем нам вообще дисковод? Мы все равно пользуемся исключительно цифрой, и за разницу в 10к мы лучше купим какую-нибудь там подписку или какую-нибудь игру. Сам внешний вид консоли получился довольно-таки космический. И та самая подсветка, которая горит вот здесь, она не светит как фонарь, она тонко подчеркивает контур консоли и это смотрится действительно красиво, особенно синий цвет. А вот глянцевая сторона консоли это на мой взгляд не лучшее решение, ибо она оставляет пыль, корябается и оставляет отпечатки. Короче, то, за что хейтили Xbox One Fat появилось и у PlayStation 5. Но опять же, весь этот внешний вид, габарит и так далее, это не самое главное в консоли, поскольку когда ты найдешь для нее место, в принципе все эти проблемы просто исчезнут. Единственное, мне кажется, для транспортировки она не особо подходит, опять же из-за своих габаритов. Что касаемо шума нагрева, ее не слышно. Если же сравнить в упор, то мне показалось, что кулер PlayStation звучит чуть громче, чем кулер от Xbox. И звук этого кулера, на мой взгляд, похож на кулер от Xbox One. А вот что касаемо нагрева корпуса, то мне показалось, что Xbox греется сильнее, чем PlayStation 5. Но опять же, это две такие мелочи, которые даже обсуждать не хочется, поскольку нету в консоли надобности слушать, как она работает, ну а также ее трогать. Нашел для нее место, поставил как тебе надо, не трогаешь и все окей. Смотрится красиво и это самое главное. Геймпад. А именно, DualSense. Ребят, на мой взгляд, это реально NextGen геймпад. Несмотря на то, что мне в плане удобства все еще нравится геймпад от Xbox One, этот геймпад действительно NextGen геймпад, фишки которого я, наверное, посоветую опробовать каждому. Я, конечно, сомневаюсь, что все его функции будут на 100% работать так же, как в той игре, но так или иначе, меня очень сильно удивила вибрация, ну а также сам геймпад подарил реально клевые ощущения. Сам геймпад стал больше, поскольку у него рукоятки немножко стали длиннее. По материалу сверху он стал мега гладкий, а вот сзади он имеет некую текстуру, если присмотреться, тут будут символы PlayStation, но она практически не ощущается. Если что, на геймпад Xbox он не похож вообще. Те, кто увидели на фотках какое-то сходство, ну, как по мне, просто долубятся в глаза. Это совершенно разные геймпады. Если что, в нем по-прежнему есть тачпад, динамик, появился микрофон, гироскоп, подсветка и из новых фич появились адаптивные триггеры, ну а также next-gen вибрация. Адаптивные триггеры дали двоякое ощущение, поскольку в шутерах это чувствуется действительно здорово, но вот при игре в мультиплеер это немножко мешает играть. А все из-за того, чтобы нажать на курок и сделать выстрел, вам нужно будет нажать чуть сильнее, так скажем, приложить усилий больше, чем обычно, и из-за этого немножко теряется чувство какого-то контроля. Когда ты играешь в одиночные режимы, это очень круто, поскольку это придает некие новые ощущения. В том же пауке, когда вы летаете по паутине, у вас натягивается курок, а дабы натягивается сама паутина. Это очень клевое ощущение, но когда, опять же, ты играешь в онлайн и играешь на результат, все вот это вот немножко мешает. Опять же, это очень субъективно, но мне показалось это так. Это, знаете, что-то нечто подобное, когда люди отключают вибрацию, когда играют в онлайн. Вот у меня вызвало такое же ощущение. А вот новая вибрация у этого геймпада, ну, оказалась, ну, просто пушкой. Прикол ее стал в том, что она бьет очень точечно. То есть, это не просто какая-то общая вибрация, когда у тебя просто дребезжит геймпад. Это вот именно передача ощущения того, что творится в округе. Ты чувствуешь направление, ты чувствуешь какие-то мелкие элементы, по какой поверхности ты идешь, и это реально передается через этот геймпад. Но малая проблема в этом всем кроется в том, что в некоторых играх это практически не ощущается. В том же пауке это уже немножко приглушенно, и ты замечаешь это очень мало. Но опять же, это все зависит от игры, от разработчиков, и надеюсь, что эту фичу не забросят, и будут дарить игрокам все новые и новые ощущения. Поскольку это реально очень крутая вибрация, и реально, ну, какое-то чувство нексгена. И если по факту, я очень надеюсь, что Майки когда-нибудь сделают такую вибрацию, потому что она реально клевая. То есть, все, что говорили журналисты, на мой взгляд, это действительно так. Признаться, от этого геймпада, особенно от вибрации, у меня офигела вся семья. А мой братан Илюха, он был рад как ребенок, и я очень жалею, что я не записал его эмоции, поскольку он реально офигел вибрации, так как это те ощущения, которых никогда не было. Единственный минус данного геймпада, это, пожалуй, его стики. Они скользкие и не такой офигенной формы. Опять же, это дело привычки, но стики у Sony, они мне не нравились никогда, и в принципе, в этот раз не исключение. Если же говорить о геймпаде в целом, то это просто офигенный геймпад, который подарит вам множество эмоций, особенно в той самой игре. Если же говорить об удобстве, то мне, наверное, больше комфортнее геймпад от Xbox, потому что у меня руки не такие большие, и держать контроллер от Xbox мне немножко удобнее. Опять же, это дело привычки, но геймпад от PlayStation 5 реально удивит многих своими фишками, и играть в одиночные игры на нем реально одно удовольствие. На мой взгляд, DualSense получился действительно очень хорошим, а самое главное, с точки зрения погружения в игру, он точно обходит геймпад от Xbox, реально. Что касаемо системы PlayStation Dashboard, то он мне показался немножко непривычным и несбалансированным. Да, я как бабка метался, что к чему, и не понимал, что мне нужно и куда. Чтобы запустить игру, проблем по сути не было, но чтобы посмотреть, сколько игр скачивается, сколько им осталось, как выключить консоль, с этим мне пришлось немножко поразбираться. Если что, это не камень в плане неудобности дашборта, это просто факт того, что если вы ни разу не пользовались дашбордом PlayStation, то вам придется что-то поискать. Я теперь прекрасно понимаю тех, кто после PlayStation зашел в дашборд Xbox и тоже ничего не понимает, так скажем, это просто дело привычки. По скорости система работает очень плавно, со звуками, с анимациями, все очень быстро, то есть в плане самой системы у меня нареканий нет никаких. Единственное, что хотел бы выделить в качестве большого плюса PlayStation по сравнению с Xbox, так и это приобретение подписки. Нужна подписка PlayStation? Привязал карту, нажал купить, все, подписка твоя, все легко. У Xbox данную возможность по каким-то причинам убрали, и это сделает немножко гейморно, особенно для новичка. Поскольку тебе нужно зайти на сайт посредника, найти эту подписку, купить эту подписку, понять где ее активировать, ну а также, если что, обратиться в поддержку, поскольку иногда пишут, что обратитесь к продавцу, поскольку у вас с кодом что-то не так. У Sony в этом вопросе все легко. Вот подписка, вот столько денег снимем, привязывай карту, все, твоя подписка, играй. Это реально удобно, плюс ко всему ты получаешь какие-то общие скидки на подписки и можешь купить это все без проблем. Что касаемо самой подписки, именно подписки PlayStation Plus. Sony молодцы, что присмотрелись к теме Xbox Game Pass и предоставила в подписке, которая нужна для онлайна и для раздачи нескольких бесплатных игр, еще 20 игр. Из которых большее количество эксклюзивы, и для тех, кто покупает данную подписку на новую консоль и покупает вообще голую консоль, эта подписка реально в тему. Короче, это а-ля урезанный Xbox Game Pass, который дает вам возможность поиграть в эксклюзивы. Если что, данную приколюху в подписке сравнить с Xbox Game Pass нельзя, поскольку там всего лишь 20 игр, и как они будут меняться и будут ли меняться вообще, пока непонятно. Если что, моему Илюхе подписка оказалась очень в тему, поскольку ему не пришлось отдельно покупать Days Gone, Uncharted, Last of Us. Что касаемо игры, а именно нового паука, то он получился достаточно качественным, динамичным, довольно-таки интересным, но если все-таки сравнивать с первой частью, то первая часть, наверное, интереснее и намного длиннее. Если бы не побочной миссии по типу гонки на паутине, там, покажи свой скилл, то игру достаточно быстро можно было пройти. Но в любом случае, я кайфанул от этой игры, потому что мне нравятся игры про Человек-паука, да и Sony всегда могли и могут делать красивые и клевые одиночные игры. Это вот прям, знаете, это прям вот их фишка. Если же говорить о консоли в целом, то она действительно дарит чувство чего-то нового, чего-то интересного. Мне, как иксбоксеру, было интересно опробовать дашборд, опробовать все новые фичи данного геймпада, и, пожалуй, геймпад, он мне принес больше всего ощущений, чем все остальное. Что касаемо игр, все шло плавно и без тормозов, и каких-то нареканий, и сказать, что плойка говно, у меня просто язык не поворачивается, потому что мне кажется, что ее хотят такие же фанатики, а-ля Sony Boy, но только Billy Boy. Моему брату Илюхе плойка пятна понравилась очень сильно, поскольку он не играл в эксклюзивы Sony, офигел от графики, от интересности, плюс он проходит на данный момент Last of Us. Плюс ему очень зашел геймпад, поскольку он ему показался удобнее, чем геймпад Xbox, поскольку у него руки просто больше, и он также офигел от вибрации. Лично я к плойке отношусь, наверное, больше как к дополнительному устройству, к игровой консоли, чисто для эксклюзивов, ну, поскольку моя душа все-таки лежит больше к Xbox. Но опять же, это не означает, что плойка говно, что она мне не понравилась, просто каждый берет то, что ему больше по душе. Но я, к Илюхе, по-любому буду забегать, дабы проходить эксклюзивчики. Вот такое вот мнение у меня о PlayStation 5, пишите обязательно в комментариях свое, если видос понравился, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok